Депутаты нашего округа Уже около месяца во дворе кипит работа. Снят асфальт и работает техника. Вместе с новым дорожным покрытием обещают расширить дорогу и заменить старые уличные лампы. Двор вошел в программу формирования комфортной городской среды. На благоустройство только этого квартала в бюджете заложено 17 миллионов рублей. Ремонт не остался без внимания федерального центра. В Ульяновск прибыл депутат Госдумы и координатор проекта «Комфортная городская среда» Павел Качкаев. Сегодня мы проконтролировали выполнение этих работ. Работы идут достаточно хорошо. Есть, конечно, определенные проблемы, есть временные трудности для населения. Но я думаю, что в любом случае это огромное благо. Население оценит то, что мы сейчас делаем. В программу вошло и излюбленное место отдыха заволжцев – парк Прибрежный. У местных жителей еще свежи воспоминания о том, каким неухоженным парк был каких-то полтора года назад. Сегодня территорию не узнать. Новые аттракционы, лавочки, искусственный водоем с рыбами, велодорожки, игровые площадки для детей, оборудованный спуск к Волге. Ну а самое главное – Прибрежный стал первым в городе парком, кто перешел на электронную систему оплаты. Новый сервис позволяет гостям парка посещать павильоны, минуя очереди. Необходимо всего лишь приобрести карту гостя или арендовать ее, положить денежные средства и наслаждаться отдыхом. У аттракционов уже установлены считывающие устройства. По словам Павла Качкаева, все изменения – заслуга самих жителей. Проект, который мы запускали, причем с колес в 2017 году, он показал, что люди, которые живут в наших городах и селах, они ждали этого. И яркий пример – это Ульяновск, когда мы в ходе осмотра дворов, осмотра вот этого парка, сказали, что люди в очередь вставали для того, чтобы проголосовать за свою общественную территорию, за свой двор. В целом по стране за время действия комфортной городской среды активность жителей превысила 30%, а в некоторых регионах дошло и до 50%. К тому же и количество предлагаемых для благоустройства проектов возросло в три раза. В этом году, пока на сегодня, у нас несколько уменьшилось количество дворовых территорий, но значительно на 30% увеличилось количество общественных пространств. То есть вот таких парков, скверов, как вот тот парк, который мы сегодня вот здесь находимся. Красота города, конечно же, зависит от каждого микрорайона и квартала. Двор на проезде в заводском и парк в новом городе отремонтировали не просто так, а благодаря активности самих жителей. На федеральном уровне принято решение о продолжении проекта до 2022 года. Главное, чтобы желание ульяновцев сделать свой город лучше не убавилось. Дарья Сударева, Александр Кудряшов. Новости ульянской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова